Я уже взрослая, толстенькая тётенька. Всем привет, Идаши, и сегодня я буду рассказывать о цикле книг «Слин кольца». Вот они, те, что у меня есть, четыре книги здесь, и о них я буду вам сегодня рассказывать. Боюсь, это будет такое очень коротенькое видео. Никогда не понимала, почему все в таком диком восторге от этого цикла. Бесспорно, Толкин гений, у него потрясающий слог, он потрясающе всё рассказывает. Но вот, в частности, «Слин кольц», в детстве я попросила подарить мне серию книг. Я прочитала эту серию. И да, они хорошие, но я не испытала вот этого дикого восторга, который наблюдаю у поклонников цикла. И вот уже и фильм сняли, и уже сколько-то лет прошло, и я уже взрослая, толстенькая тётенька. Но до сих пор я никак не могу понять эту тему. И вот что-то мне вступило в голову, и я решила перечитать. И думаю, может быть, это надо созреть до этого. И читала в следующем порядке. Начала я с «Хоббита», иди туда и обратно. И мне понравилось безумно. Это очень добрая, тёплая, милая история, которая захватывает самых первых страниц и держит до самой последней. Я умилялась, когда читала её, испытывала самые светлые чувства, наблюдая за представителями разных магических рас, за их характерами, их особенностями и так далее. Я была в полном восхищении. Но дальше у меня дело как-то пошло на спад. Далее у меня было «Дружество кольца». Вот, кстати, это издание я не рекомендую, так как здесь есть много отпечаток. Здесь стихи не в рифму. Думаю, это вина переводчика. Переводчик у нас здесь в Волковске. Ники. Это издательство «Аст» от 2002 года. Запомните его. И я не рекомендую вам его приобретать, если вдруг захотите. Здесь качество страниц меня не особо радовало. Не особо радовала меня и графика. Ну, в смысле, оформление страниц. В отличие, кстати, от книг вот этого издательства, здесь потрясающие белые странички. Они оформлены в красивую такую рамочку. Всё чудесно, всё волшебно. И вот это вот оформление, оно как-то помогает проникнуться историей. Это издательство «Альфа книга» 2001 года. Перевод Яхлин Л.Л. Вот он со стихами замечательно справляется. Всё в рифму, всё прекрасно. Итак, «Дружество кольца». Что-то я увлеклась разговорами об издательствах и совсем забыла о книгах. Здесь у меня уже пыл поумирился. Начинается эта книга с того, что автор погружает нас с вами, с читателями, в мир, который он создал. Есть предисловие, в котором очень подробно рассказывается об этом волшебном мире, о истории хоббитов в частности в том числе. И, пожалуй, он немножко перестарался, потому что вот насколько я люблю историю, я люблю генеалогию, а он приписывает хоббитам такое качество, как врождённую любовь к истории рода своего. Несмотря на всё это, в какой-то момент я восхищалась, 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 бац, и устала. У меня была даже мысль пропустить то, что мне осталось прочитать, петь непосредственно сразу к повествованию, но я удержалась. Само повествование. Я возблагодарила просто всех богов этого мира, этой сели, в которой я живу, за то, что я в Абреле начала вести читательский дневник. Иначе бы я запуталась во всех именах, абсолютно. Названий и имен так много, что сидишь и не понимаешь, кто это. И если бы не читательский дневник, я бы упустила половину впечатлений, которые получила в результате. Так что вот ещё вам один плюс – вести читательский дневник. Саупоистование мне показалось более слабым, чем в «Хоббите», так как оно чуть более затянутое, восхищение циклом немножечко было меньше, чем в «Хоббите» или «Туда и обратно». Дальше на очереди у меня было две башни. Снова возвращение к моей любимой серии, ну, из тех, что у меня есть. Ещё слабее тут, потому что слабее. Обосновала, называется, аргументировала, просто мастер логики. Ну вот, просто начинает немножко уже… Вот, уже цель близка. Вот-вот, 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 но как-то всё нет и нет, нет и нет. Вот руку протяни, казалось, и ты у цели. Ну, это только так кажется, это мираж. Это вот тебя ведёт, ведёт повествование к этой цели и никак не доведёт. И это немножечко тоже в минус. Ну и последняя часть, которую я прочитала, это «Возвращение короля». Сначала, когда я читала книгу, я хотела немножечко поругаться и поворчать. Ну, тем более тут такие иллюстрации, что… Вот по этой иллюстрации, я не знаю, обидно, очень верю, что да. Сразу понятно, в чём дело, собственно, кончится. Я так поворчала, что спасибо иллюстратору за спойлер. Ну и вообще, в принципе, когда читаешь, очень понимаешь, к чему всё ведёт. И это, конечно, не очень хорошо, потому что доздраствует внезапность, доздраствует сюрприз. А вот предсказуемость я не очень, это не моё. Но дело в том, что здесь две концовки. Как это может быть? Можете спросить вы. А вот так. Я не буду вам говорить, чтобы не соспорить. В фильме этого кажется нет. Я не уверена. Потому что в последний раз я её высмотрела очень-очень-очень давно. Пусть и дважды. Один в классическом переводе, а другой в переводе Гоблина. Но до сих пор-то помню. Жах, не Гендальф. Но это было давно. Я не помню. Но, по-моему, в фильме нет второго финала. И вот этот финал, он просто бомбезен. Он невероятен. Он потрясающий. Он ошеломителен. Вот такого окончания истории я вообще никак не ждала. Даже не предполагала. Вообще не смогла бы восхитить. Это был совершенно для меня сюрприз. И вот просто ради этого финала реально стоило прочитать весь цикл книг. Прочитав это в финал, я поняла, почему Толкина называют гением. И у этой книги... У цикла книг, пардон. Толпы поклонников. Отдельное спасибо автору за его стихотворение. Они здесь и в виде песен, и в виде просто стихов, и в виде заклинаний. Просто лучше в строк какое-то. Я когда читала, читала я слух, чтобы насладиться, я была в полнейшем восхищении. Единственное, меня вот это вот издание очень разочаровало в плане перевода стихов. Но в остальном, вот эти вот три книги, они просто изумительны. В плане перевода я смогла на полную насладиться рифмой и содержанием. Это было волшебно. И совершенно потрясающе, что я смогла познакомиться с Голомом. Помните, Голом? Я... прелесть. Он крутой на самом деле. Геннадельф в одной из частей рассказывал о его происхождении, о его истории. Я имею в виду, он крутой не в том смысле, что... В положительном смысле. Впечатляет. Пусть негативно, но он впечатляет. Меня впечатлило, как он говорит, сам с собой, но при этом как будто с кем-то другим. И вот эти вот уменьшительные словечки, которые он использовал, они просто потрясающие. Это было очень эстомасферно и очень сильно. Я не помню, было ли это в фильме, но я бесконечно была рада, что узнала о Голубеве что-то, помимо того, что это странного вида существо, которое живет где-то во мраке. И о кольце говорит «Моя прелесть, моя прелесть». Вот, так что «Хоббит» меня впечатлил очень сильным. Изумительная история. И последняя книга «Возвращение короля», финал грандиозен. Вот, грандиозен. В общем, мне понравилось, но в клан горячих прям поклонников я так и не вошла. Сильно меня не бейте. Пока-пока и до скорых книг.